Времени все меньше, выборы все ближе. До единого дня голосования осталось меньше месяца. Подготовка в разгаре. С 22 августа обучение начнут проходить операторы комплексов обработки избирательных бюллетеней, проще говоря, КАИБов. На каждом участке в день голосования должно быть два таких человека. Это те люди, которые будут находиться на избирательном участке в день голосования, находиться возле этих КАИБов и помогать всем избирателям непосредственно опускать бюллетень. Не каждый сможет разобраться, они подскажут, как правильно опускать, то, что лицевой стороной вниз. И по всем сложным моментам они как раз будут оказывать помощь. Всего обучение пройдут 114 операторов. Электронные устройства будут применяться на 107 избирательных участках. Они сканируют бюллетень и производят подсчет голосов. Готовятся к выборам и председатели участковых избирательных комиссий. Для них также проводятся семинары. Достаточно много народу приехало. Некоторых мы видим впервые, так как это новые люди. Состав у нас обновился примерно наполовину. То есть достаточно много у нас председателей, которые будут работать впервые. Сегодня мы как раз познакомились более близко, раздали им раздачный материал. Теперь каждую среду в 3 часа у нас этот семинар будет происходить. Списки избирательных участков уже опубликованы в газете «Время». Также размещены у нас на сайте администрации. В открытой группе ВКонтакте у нас также расположено. И буквально позавчера вышло постановление администрации Щелковского муниципального района об утверждении списков телефонов избирательных участков. К выборам готовятся и за пределами Щелковского района, на территориях, которые входят в состав Щелковского одномандатного округа. В состав Щелковского одномандатного избирательного округа номер 127 по выборам депутатов Государственной Думы входит территория как раз Болгарии, так называемая София-2, и территория города Байконур, расположенного в Казахстане. И вот сегодня как раз состоялась передача избирательных бюллетеней для данных территорий уже непосредственно сотрудникам депредставительства. Напомним, 18 сентября жители Щелковского района будут избирать депутатов в Государственную и Московскую областную думы, а также депутаты по 15-му одномандатному округу в Щелково. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».